ребятушки всем огромнейший привет как вы поняли в этом видео речь пойдет о вакцине и как вы поняли мы сегодня сделать сделали первую вакцину сделали первую дозу файзера вообще мы не планировали именно сегодня делать эту вакцину мы планировали вообще в скором времени сделать потому что мы планируем небольшое путешествие мы улетаем 16 числа и конечно же хотели сделать эту вакцину прямо перед перед вылетом но я муж говорил давай не будем делать прямо перед вы вылетом потому что если нас будет колбасить то чтобы время было немножко дома побыть отлежаться сразу извиняюсь я за мой внешний вид я уже в пижаме потому что я то лежу то хожу в общем то и свет у меня приглушенный потому что немножко голова побаливает ну а симптомах расскажу расскажу вам в ходе видео и так мы не планировали именно сегодня делать эту вакцину как-то все спонтанно получилось а муж проснулся говорит пойдем в аптеку у него шея болит и ему надо было купить перцовый пластырь пойдем сделал пойдем со мной сходим в аптеку варену пойдем приходим в аптеку а там очень небольшая очередь там наверно человека 4 было стоят на вакцину у нас сейчас вакцину делают везде буквально в любой аптеке на каждом углу вы можете сделать эту вакцину даже у нас нью-йорк это муж где-то вы что он всегда какие-то новости читает на телефоне где-то вычитал что в самом городе в манхэттене платят 100 долларов даже кто сделает вакцину вам еще доплачивают 100 долларов но и кто смотрит постоянно мой канал помните видео где мы поехали на стадион янки и там если вы сделаете вакцину вам бесплатно дадут билеты на на игру то есть вот так у нас даже доплачивают за за вакцину пришли мы в аптеку и видим люди стоят на вакцинацию до человек даже сидит там мимо колят мы это все видим в общем то все это у нас сейчас вот так как-то легко и просто происходит но и муж говорит но слушай если мы уже решили то давай сегодня и сделаем раз мы уже здесь я если честно не очень хотела именно сегодня делать потому что рано сегодня проснулась семья там дела кое-какие были я не выспалась но всегда такое состояние знаете когда они не не выспишься такое состояние немножко коматозная думаю мне еще вакцина сейчас ну ладно муж муж сказал делаем значит делаем куда муж туда и я в общем то что что у нас попросили попросили удостоверение личности конечно бесплатно это все удостоверение личности адрес год рождения спросили ну все там заполнили кое-какие там на вопросы от ответили болеете ли вы чем-то серьезным болели вы или ковид у вас был ночью то там такие очень очень простые вопросы 5-6 вопросов и все число поставить и и подпись все сели подождали мы минут пять наверное подождались и такой мальчик хороший молодой такой кто он там наверно медбрат или врач такое очень понравилось как он с нами вот общался я конечно очень боялась и муж у меня тоже довольно таки трусливый увидел он что мы боимся он нам все рассказал все объяснил он не то что вот как бы успокаивал и там знаете что-то типа ну врал нам нет все он рассказал так как есть да могут быть но может быть температура голова болеть рука может быть боль может болеть ну то есть всю всю правду рассказал это видно было что он очень-то как-то успокоил нас мне уже было не так страшно после того как мы с ним немножко поговорили муж пошел 1 не снимала и виде во первых я оставила телефон дома я говорила я не собиралась не вакцину делать не видели снимать оставила телефон дома конечно ничего не снимала и тем более муж делал вакцину я его за руку держала потом я села меня укололи я тоже его за руку держала ночью то так намного спокойнее было нам а у мужа был собой телефон поэтому мы сделали только пару фотографий я сразу же эту фотографию поставила на инстаграм и на youtube и кстати вот уже кто-то у меня спросил как я себя чувствую ну и решила вот это я говорю не не собиралась не планировала даже видео сегодня снимать но такое меня не запланированное видео потому что вот уже люди спрашивают как я себя чувствую ну ребят как себя чувствую но вы видите нормально себя чувствую да у меня коматом коматоз небольшой но я все-таки думаю что это из-за того что я не выспалась ну вот сижу с этой наклейкой еще говорю муж уехал на работу я у него спрашиваю а мы не спросили когда ее можно снимать он говорит не снимай потому что вакцина выбежит и убежит от тебя но он у меня шутник такой ну не знаю вот до сих пор не сняла ее и кстати вот не спросили душ можно принимать или нет по моему вот я помню что после любой вакцины нельзя сразу душ принимать поэтому сегодня я наверно лучше не буду принимать душ а что еще забыла вам сказать дали нам вот такие вот я все как-то думала паспорта дают что ли нет ребята у нас вот такие вот вот такие вот обычные карточки видите здесь имя фамилия ну все и написали что вот первая первая вакцина сделана здесь сверху просто ковид вакцинация все вот такие вот карточки никакие не вне паспорта с этой карточкой конечно вы куда угодно ну летите идете у нас кстати ребята сегодня вот или вчера муж вычитал что в нью-йорке вроде бы как вот скоро будет вот эти карточки будут действительно как пропуска как вам белый билет он и есть белый билет да то есть там в ресторане и в кинотеатре на любой концерт вы должны будете его предъявить то есть нет вакцинации но наверное будет сложнее вам попасть в тот же ресторан тот же кинотеатр и так далее ребят еще немножко да а самочувствие наверняка вы мои зрители кто не делал вакцину кто еще не делал вакцина может быть вам будет это интересно но я хочу сказать что все таки я думаю что у каждого свой организм особенность организма и думаю все таки что каждый переносит эту вакцину по-своему и так что у меня как я уже сказала коматоз но не знаю к чему это определить или к моей бессонной но не совсем бессонной ночи я спала но мало или все таки это может быть вот такие такая вот по бочка до от вакцины коматоз конечно есть я я чувствую себя как такая немножко в тумане голова немножко болит но она у меня и болела но это настолько не незначительная какая-то ну такая у нас говорят mail то есть слабая такая головная боль но что у меня есть у меня не болит почти не болит рука у меня почему-то отдает в ногу нога вот прямо как они мило и тянет когда хожу я чувствую что нога вот занемела а рука абсолютно нормально вот такие вот у меня интересные побочные действия побочные явления ребятки такой интересный момент забыла вам сказать наверняка интересует вас такой вопрос сколько же часов прошло вот с момента когда нас укололи и вот до момента когда я снимаю видео так ребята сделали мы вакцину в 6 часов вечера сейчас у нас 10 30 вечера то есть прошло четыре с половиной часа до парень который нас колол он сказал что симптомы могут появиться после 10 часов вечера то есть смотрите 10 30 со мной тут вот фу все нормально да то есть я думаю что я уверена они и не появятся я нормально себя чувствую друзья мои но и в завершении этого видео хотела бы пару слов сказать на наболевшую для нас всех тему тему вакцинации высказать свое личное мнение этим видео я никого не призываю делать вакцину или не делать вакцину это личное решение личное дело каждого человека вы решили делать вакцину идите и делайте вы не решили вы не хотите делать вакцину не делайте но и не тени не другие не агитируйте я считаю что это личное дело каждого человека мое личное мнение ребят но смотрите вакцину вакцины делаются сотни сотни лет да и вакцины делаются маленьким детям ребеночек только рождается ему делают вакцину до вакцины делают против туберкулеза против гепатита ну а сколько вакцины кажд каждый каждый год делают вакцины против гриппа да то есть мы к ним абсолютно нормально одном относимся почему вокруг этой вакцины вот такие вот страхи раздуты да не знаю это мое личное мнение я для себя решила я буду делать эту вакцину я ее сделала вы не хотите делать вакцину не делайте но не агитируйте не пугайте никого не пугайте не себя не других то есть решите для себя и делайте так как вы решили конечно же будьте здоровы всем желаю здоровья и всем желаю чтобы быстрее это проклятая эпидемия уже нас покинула спасибо за внимание ребята все пока пока до следующих встреч